Добрый вечер, господа! Я рад вас приветствовать на своем канале. Прошло у меня уже полтора месяца с того момента, как я выпал на 20-й контракт. Сейчас вот дрейфуем, навалилась куча работ. И так же, как я и говорил, что обзор всегда нужно делать в конце контракта. Вначале какая-то эйфория, понятно. Попал на большой пароход, но немножко он старенький, и поэтому все это дело вылазит. Я даже когда записываю свои истории с прошлых контрактов, то невольно провожу параллели между механизмами, которые сломались, трубы, ну в общем, все одно и то же. Поэтому, ну я не знаю, сделаю когда-то обзор на это, или потом через годик, так же, как по поводу этих контрактов. Ну что же, обратимся к нашему 16-му контракту, или 16-й истории. Это первый раз, когда я выпал на один и тот же пароход, не, это уже второй раз, когда я выпал на один и тот же пароход. Ну, полноценный контракт с одними и теми же людьми. Это второй механик Андрей, электромеханик Женя, ну и я, вот мы втроем работали там почти полгода вместе, отсидели. И потом, когда, ну я уже дома погулял так нормально, месяца пять, получая звонок, все, этот болгарин, который меня менял, что-то не выдержал, сдулся, хочет домой. А хотел он домой еще в июле, в июле, а я согласился туда приехать только в сентябре. Я говорю, извините, нет, я в сентябре, я еще не отдохнул, но они предлагают вам еще условия, ну естественно, можно было наторговать немного больше денег. Я говорю, ну все равно я в сентябре поеду. Также я обрадовался, когда увидел именно Андрея и Жени, и они, когда увидели мое тоже, ну ты уже едешь, ты знаешь человека. Потому что каждый раз я попадаю либо в другую компанию, либо другие люди постоянно. И когда уже с человеком отработал, был в эстерных ситуациях, то знает, что чуть что не случится, будет все хорошо, мы вместе решим все проблемы. В итоге вылетаем, встречаясь в Борисполе с Андреем, летит Пампмен, ну дальше про него расскажу, человек-насос, пойдут на него гонения, еще одна национальность к нам присоединится, старпом турок. Вот из-за него начнутся все проблемы. И Женя уже сидел в Африке, ждал нас. Прилетаем мы, должны были сесть на пароход в Ломе, в Ломе, Того, но прилетели мы в Тему, Тему Ганма, ну это рядом, соседнее государство. Посидели, ночь это спали в Астинеце, снова приезжаем на пароход, грузимся все вчетвером уже. И также чапаем на этом буксирчике. И что мы видим со стороны, я смотрю, идет дымяра такой из трубы с котла. Думаю, что-то нездоровое. А я забыл рассказать еще, на прошлом контракте, это про румына капитан рассказывал. До этого был капитан из Прибалтики, ну мы с ним нормально общались, сидели в каюте. Как-то один раз он мне говорит, а ты знаешь, хотел бы я прикупить акустическую гитару на фонд, который был для моряков. Я говорю, а зачем ее покупать? У меня есть гитара. Достаю, ты говоришь, ну ты что играешь? Ну давай-ка сыграй. Ну и как бы по музыке сошлись. И в итоге я так играл-играл, и наступает Новый год. Он говорит, все, Гена, ничего не знаю, ты должен там выступить перед экипажем. А у меня реператуара как бы нет такого, я по чуть-чуть сыграл, да и забыл. Так же, как в прошлом рейсе, вот эти 136 серий, смотрите. Но я потом уже объединил, там то, что я играл за контракт, полчаса вышло. Постоянно Ютуб что-то банит, поэтому что-то играешь, вдохновишься, потом Ютуб выложил, залил видео, но авторские права. Поэтому нет вдохновения играть, так сам для себя собрал, записал, а никуда не уйти не жил. Ну я где-то разучил вещей 7-8, думал, что мне не ударили лицом и грязь. Накрыли стол, вышел, я еще колоночку с собой возил, подключил к музыкальному сцену, ну понятно, звучит не так себе, ну под фанеркой сыграл, всем понравилось. И потом второе было выступление, дальше расскажу, ну или сразу уже забыл, с этим румыном, капитаном, как мы дальше отправились в рейс, он вообще всех собрал, включая филиппинцев, 22 человека. И пришлось как бы играть. У меня вначале, я себя почувствовал на сцене, аж руки затряслись, уже позабывал там, куда нажимать, но потом нормально. Первую вещь собрал Смокон де Уотер, Ди Корпо, румын был олдскульный такой товарищ, под лет 60, о, я отслушал, это все нормально. Так я к чему это рассказывал? И вот как людей запоминают, я полгода там работал, все, ну по своей технической части. В итоге подъезжаем мы на буксире, и филиппи сменяются. Меня увидели, о, чили, гитар, все, по гитаре туда запомнили. Естественно, и время прошло, только на сценарийке на гитаре играл, а что я там делал? Всем до лампочки. Да я, кстати, тоже в большинстве на сценарийке на гитаре ехал. Хотя про проблемы сейчас расскажу. Залазим мы на борт, вот бегом, ну а что машина, мы уже работали, работали мы на этом пароходе, и поэтому, ну прибежал я к котлу, котел весь бежит, из трубы идет дым, а тут клапанов 5-6 все парит. И болгарин говорит мне, извини, я, ну все собирался, надо беспаривать котел, мы уже все, уезжаем. И он же со мной сидел сколько, 4-5 дней в Дурбане. А так как мы люди уже не новые, поэтому нам сказали, ну вам на смену 2 часа, и сразу на этом к селе не отъезжаю. Получается, был электромеханик Женя, Андрей второй, я и третий механик из Новороссийска, он только Леха, 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 он только первый раз. И все, эти уехали, мы бегом к этому котлу, что же делать, ну давай там, я не помню, через неделю уже обеспарили, поставили прокладки, все, перестал поить. С кислородом подмастраю, ну все там засрано, почистили снова этот сверлер, вроде бы дым пропал. И снова же работаем, Кот-де-Вуар, Лома, Нигерия с этой коррупцией, туда-сюда ездим, я уже привык, все это происходило в течение двух месяцев. Через два месяца в один прекрасный момент, что-то раз котел не разжигается, ну уже пошли первые сигналы, симптомы такие. Потом, а он вверху, панель управления стояла, мы туда кинули этот дракон охлаждать, и он три раза запускается, четвертый нет. Ну давай уже писать в офис, а потом через недельку он вообще сдох, просто вообще не запускается. Я уже, ну давай бить тревогу, надо эту панель заказывать. Ну Женя там все разобрался, заказываю панель, еще две недели убеждал, что это именно панель, потом все, согласились, давай ее высылать. Ну слали нам ее где-то месяц. Этот месяц, они стояли третий со вторым, по-моему, даже шесть через шесть, ну уже как бедные, уставшие, когда какие-то маневры были. Я на вахту приходил и Женя, он был очень недоволен этим, ну ничего, его тоже заставили немного побыть механиком чуть-чуть. И вот так ездили, а котел расплавливали в ручном режиме, чих-пых там все это, все уже знали как. И был же у нас, встречайте, новую национальность старпом турок. Сразу с этим пампманом что-то не нашли общий язык, он давал ему один вординг, ну вординг это предупреждение, второй, чтобы они там не законтачили. Я давал уже заступаться, как бы не мой департамент. И никак, и никак, вот этот тот бедный, ну он такой жизнерадостный человек, пампик наш был. Но что-то старпом мне кто-то сказал, а тот 32 года был старпом, сидел в офисе где-то в Стамбуле. Решил выйти в рейс на эти же бодавчики, вот где я работал, стать капитаном и снова в офис спрыгнуть. Ну понятно, что амбиции там, что-то там его не послушали, он давай строчить. И все же бегает капитан, там вся почта эта забита, все списать этого пампмана. Мы с котлом мучаемся, я пытаюсь заступиться, уже пошли с Андреем, написали бумагу мне, так все, отвали, не твой департамент. Ну в конце концов я потом написал от машины, что это все неправда, все расписались. Филипков тоже попросил расписаться, ну выслал я это все в конце своего контракта, во все эти офисы. А потом меня туда не взяли, может из-за этой пистульки тоже, не знаю, но не важно. Дело свое выполнил. Рассказал, чтобы не забыть. И вот, палим этот котел, распалием и в конце концов где-то мы уже стояли около лома, бросили якорь. И в этот момент, в общем прибегает Андрей и кричит, трансформатор сгорел. А там что было еще? Мы получили задание, ну три месяца прошло, приехал какой-то кореец из Южной Кореи и говорят, что мы идем в чартер в Южную Корею, в Западе. Весь этот переход займет три месяца. Ну как оказалось, так же как вот, где я стал старшим механиком, когда греки приехали, покажи список всех механизмов. Я притрабанил эту книгу, здесь тоже меня попросили, у меня сразу мысль такая, наверное наш пароход хотят продать. Ну так оно и получилось. Мы его туда просто перегнали. И перед такой глобальной, перед глобальным таким переходом, этот котел уже не работает, вся эта беготня. Надо было как раз там, 14-й год конец был, в 15-м году уже мы должны были в Америку идти. С 1 января вступали в силу эти 200-мильная зона вокруг Америки, переходить на МГО 0,1% ниже. И мне сказали, по максимуму оставь минимум топлива, чтобы, ну там танки эти мелкие вообще, не то что здесь. Здесь вообще 10 тысяч тонн, тяжелое топливо, ну МГО это дизельное всего лишь 600, ну всего лишь 10 тысяч. Там пароход был 13 тысяч, заблокировался и на весь контракт хватит. И я по максимуму убрал это дизельное топливо, это тоже охват, и осталось у меня там где-то 3 тонны, кажется. Ну и прибегает же Андрей, трансформатор сгорел. Ё-моё, у меня, я вообще в шоке. Так хоть в ручном режиме запускаю, ну бегом же перевели дизель дизеля на МГО. А что, котел, думаете, этого трансформатора нет, котел не запускается, сейчас все остынет. Тут всего лишь 3 тонны этого топлива, это на полтора дня работы дизель-генератора. Я бегом бегу капитану, говорю, давай запускаем главный, будем тут по кругу ездить, чтобы это топливо подогревать. Я не могу портовой власти как якорь поднимать. В этот момент Женя звонил, все, успокойтесь, у меня есть трансформатор. Слава тебе, Господи, почему же я был рад, что Женя приехал. В общем, он кинул трансформатор, все, давай в ручном режиме запаривать. Ну, где-то через пару дней подъехала лодочка или буксир с этой платой, закинули туда. В общем, эту панель, там еще тысяча настроек была, проверяли. Я там, ну, тоже, ну, моя задача была строчить письма в офис, ну, там еще точная регулировка. В конце концов, что я запомнил, сделали его на мой день рождения, 13 декабря 2014 года. И как раз мы начали отходить, а шли мы, значит, маршрут был такой, очень замечательный. Идем через Атлантический океан в Бразилию, в Сантос, где я раньше работал. Моем все эти танки от дизельного топлива, берем какую-то химию. Там вот в этот две недели сидели румын-капитан с этим старпомом, с турком. Пропаривали танки, брали какие-то пробы с бирками, свет, ну, в общем, завешивали иллюминаторы шторами. Потом что-то на свет просвечивали, в итоге у них уже помутнение в глазах было. Зовут меня, Чиф, подойди, подойди, что такое? Раньше это оптики, ну, как этот, breaking bad, во все тяжкие. Где-то делали этот белый порошок или амфетамин. И, в общем, пробирки, такая химическая лаборатория. Ну, посмотри на свет, то, что-то светлее, темнее, я слышу, что-то одно и то же. Ну, там цвет как моча какая-то. Я говорю, я не знаю, ладно, давайте дальше делать. Ну, в общем, танки как бы приняли все, по химии прошло все. Потом после в Бразилии должны мы пройти Панамский канал, зайти в Калифорнию, с Калифорнии в Канаду и перейти через Тихий океан. Через Тихий океан в Китай, из Китая в Корее. Вот такая программа, три месяца. А мы уже три месяца отработали. И это как раз же вот BGP, Vessel General Permit. Это, ну, что меня беспокоило, это то, что Greywater System. Это с души, с туалетом, ничего сливать нельзя. У нас этого Сьювич Холден Танк не было. Я давал тревогу поднимать, что же в Америке делать. Типа ли пожарные штанги кидать. Ну, на прошлом пароходе, кстати, кидали, ничего нормального. Все было в Косгар. Ну, там сказали только стационарную систему. В любом чертежике пробегали. Там-там посмотрели. Заказывают трубы. Заказали, вломали труб. Не помню сколько. Метров 80-100. Фланцы, болты. Ну, потом Фитеру дали задание. Он где-то за 10 дней сварил. Выписали EBS, D&V сервера или EBS сервера. В Бразилии приезжал, я с ним поговорил. В общем, он поставил печати официальные на чертежах. И как бы с такой стационарной системой мы пришли в штат. Ну, что я хотел сказать. Ну, и все. Котел сделали. На 13 декабря отправились и погнали в Бразилию. Идем туда. Сколько там? 10 дней, 3 недели. Приходим, значит, в Бразилию. Сам-то вспомнил. Пришли 31 декабря. Там еще я видео снимал. Такого-то скривого года я вообще не слышал, не видел. Ну, с едой там тоже проблема была. Этот румын что-то ходил. Вот, я не знаю. У меня такое вдохновение было на прошлом контракте. На этом тоже что-то не возникает. То есть, ну, с едой такие же ассоциации, как на прошлых. Там, ну, как бы посмотрите, 136 серии. Еда была от пуза. Ты идешь и с утра просыпаешься и радуешься. Что на завтрак этот повар тебя накормит. Там какие-то булки испечет. В обед два вторых, два первых. На ужин. Ну, это просто ходишь и радуешься жизни. Ну, и пароход тоже. Это сросшую из старой квартиры переехать в новую. А сейчас я из новой квартиры переехал в старую. Поэтому, так, буду снимать, рассказывать. За полчаса контракт пойдет, да и ладно. Вот. Пришли мы в Бразилию. Ну, там приходит, значит, порт стоит контрол. Помню, такой капитан. 30 лет опыта. Позвал меня в каюту. Капитан. Чиф, мы сейчас пойдем шлюпку запустим. Ты запускал? Я говорю, да, конечно, пошли. Я тебе верю. Ну, смотри, я метнулся к двери. Я тебе верю. Все, молодец. Я говорю, куда-то еще? Аварийный дизайнератор, пожарный насос. Мне все сидит. Спокойно поставил. Пришел там еще какой-то по съюничный плент. Пострел. Отломбирован этот отливной вапон за борт. Все, молодцы. Ну, и Новый год я же верю. Там что-то было. Кусочек хлеба. Кусочек хлеба, сырок, огурчик. Вот это съели мы. Выпили там по баночке кока-колы, там по баночке пива. И отправились в путь. Выходим дальше. А, взяли же там еще дизельное топливо. Да не то. 0,12%. Я даваю тревогу бить. Что же делать, что же делать. Вчера я хорошо записал это воспоминание. Начал с флешки записывать в компьютер. Раз. И эта середина видео стерлась. Получился первый эпизод и третий. А середины нет. Прошел снова день. У меня голова уже забита проблемами на этом пароходе. Писами, отчетами. Что-то там мне вот это все рассказывают. И теперь надо вспоминать проблемы того контракта. 16-го. Ну что же, возвращаемся. Из моей памяти к этим воспоминаниям. Закончил я с того момента, как мы вышли из Бразилии. Но я забыл еще вспомнить, какой подарок нам приготовил болгарин, когда мы подъехали на пароходик. Втроем, вчетвером все десантировались. И он говорит, как тебе повезло. Там танки были маленькие. Я заблокировался. Аж 230 тонн. Мне там дали, по-моему, 235. Обычно всегда дурят с этих блокировочных баржей. Тут ему что-то на 5 тонн больше дали. Ну, сразу как-то подвох какой-то. Еще и потом рассказывали подарки там какие-то ему. Грузили. Ну, хорошо. Мы, значит, вначале один танк использовали. Потом переходим на это топливо, которым он заблокировался. Уже получили анализы хорошие. Тут начинаются проблемы. Ну, первый звонок такой. Третий механик звонит, что-то сепаратор остановился. Подойди ночью. Думаю, проблема же не такая глобальная. Вскрываем сепаратор. Он просто, эта чаша застряла в парафине. Ничего себе. Расковыряли парафин. Трубу прочистили. Запускаем. Через 3 часа то же самое. Застрял. И пошла жара. Третий механик с филиппками где-то неделю. По раз 8-10 разбирает, собирает. Он уже собирался домой выезжать. Я же давай строчить письма в офис. Я говорю, так и так. А как это? Анализы хорошие? Я говорю, хорошо, я вам другие анализы возьму. Взял с трансфер пампа. Ну, из линии, с танка. Отослал туда, подождал. А мы же все используем. И где-то, ну, можно сказать, 200 тонн использовали почти. Ну, 25 тонн осталось. Осталось. Приходят анализы, что вообще ни в коем случае его не использовать. Ну, я тоже начал пугать, что это большой вред окажет на топливную аппаратуру главного двигателя. Котла и Акзилы Рейндженс. Большие убытки. То-да-сё. Ну, в общем, заморозили это топливо. Заблункировались пришли на другое. И мучил я, мучил их. И в конце концов подошла баржа. И сдали мы его как сладч. Тоже такой вариант, что это не очень выгодный. Я старший механик. Но, как бы, сделал так же, как лучше для экипажа и для меня. Потому что сидеть там, умирать, что-то не очень хочется. Хотя я слышал другие истории. Вот на прошлом проходе, где 136 серии записывал. Тоже такое же топливо взяли. Из офиса позвонили. Давай. Трансфер пампом гоняем. Там ещё химию залили какую-то. И мучились, мучились месяц. С фильтрами бегали. Но это всё зависит, как говорится, от стальмеха. Хочешь, мучаешься. И не хочешь, пиши письма. Вот. Ну, потом мы с этим Лёхой ещё один раз вышли. Кот-де-Вуар. Это первый мой выход в город был. В ресторанчик зашли на берегу Азлантического океана. Да и всё. И пошли ко мне дальше. Панамский канал. А вот ещё одна история. Этот же Андрей, второй механик, приехал с контракта. Рассказывал такие страхи про... Тоже же хочу вспомнить, как в этих 136 сериях, но уже по оконцовке. В начале контракта у нас этот движок не запускался. Акзел рейнджен. На дизельном топливе. МГО. И рейки эти толкали. Запускаются. Я сразу же, так как уже опыт есть в этом плане, заказал 12 плунжерных пар. В итоге я ждал весь контракт. Прислали мне 6 плунжерных пар. И под конец, когда новый экипаж приехал, индуз, говорит, давайте ставьте. И будет движок нормально работать. Поменяли они. Индус на плодах моего успеха пишет это письмо в офис. И оттуда говорят, а зачем вы поменяли? Надо было спросить, они очень дорого стоят. Но я расскажу другую историю. Этот же Андрей был на другом контракте. Там такая же история была. Запускают этот движок Акзел рейнджен. Он не запускается. Толкают рейки. Ну, вначале толкали нормально. Потом давай обратку закрывать по топливу. Уже так, хуже запускается. Потом что-то еще придумали. Потом уже даже, когда перешли на тяжелое топливо, он не запускался. В итоге один перестал запускаться. А дед сидит все и не пишет никуда. Боится. Боится. Старники были уже. Зачем в офис беспокоят? Сами как-нибудь. Один движок перестал запускаться. Второй и третий. Старление где-то около Японии. Все, блэкаут. Не в туалете воду смыть. Не покупаться. Ну, они там кинули кабель с авариновой. Энержестерингер. Туалет запустили. Все нормально. Ну, это еще полбеды. Приближается циклон какой-то. И давай в страхе там. Звонить. Хелп, хелп, помогите. Выслал японский Косгард буксир. Полтора миллиона долларов. Загнали к бухту. Все из-за этих тунжерных пар. Вот. Я к чему рассказываю. Один случай, второй. А на этом пароходе то же самое. Начинает происходить с одним движком. И мы находим шесть тунжерных пар. Начинаем Леху этого агитировать, чтобы он менял. Он что-то там начинает возмущаться. Я уже верю. Леша, давай вот. Один день. Один ТМВД. Придем в Америку. Что-то случится. Кто будет отвечать? Ты, конечно, потеряешься. Ответственный я. Ну, все, согласился. Заменил, значит, шесть тунжерных пар. Все. Этот движок запускался вот так, с кнопки. Даже ходить не надо было. Проходим мы Панамский канал. Как раз были там на 100-летие 2014 год. Нормально я снял видео. Не было ни таймлэпса. Я просто стоял и ждал, когда мы в шлюзе опустимся. Тоже пришлось минут 10 стоять. Так вот поставил его на подставочке. Было бы намного веселее. Прошли дальше. А в Бразилии еще взяли какое-то топливо. Я же верю, что в Америке должно было быть 0,1% содержания серы. И ниже. Приносят бумажку мне 0,12%. Ёлки-палки. А там нами заведовала, не помню, говорил я или нет. Тетя ее звали Николя. Из Лондона. И говорит, какая-то проблема, значит звоните ей. Я звоню, говорю, так и так, 0,12%. Что мне делать? Я его брать не буду, потому что я в Америке не хочу куда-то ехать с этим R-палюшем. Ну ты понимаешь, чиф, если какие-то проблемы ты не будешь брать. Теперь мы заплатим неустойку. И говорит, а что мне делать? Ну давай бункеруйся, а потом надо что-то с ним спалить как-то. Есть варианты. Ну в этом инерт газ систем. Пришлось на 7 дней ее запустить. И вот так 20 тонн в воздух улетело. На 600 долларов умножаете. Получится сумма такая. Ну потом заблокировались нормально. На слоях 0,1%. И подходим же ж в Калифорнию. И там интересно. За 200 миль переходим на это МГО. Под убитое все уже было. Ну слава богу, один движок сделали. Стоим. Главный двигатель просто-просто не запускается. Если вот проблемы были в 136 сериях, смотрите, там тоже пришлось. Ну там, конечно, с 7 узлов вперед, он назад не стартовал. Ладно. Это как бы пол беды. А там именно он стоит. Стоит судно. Старт просто не запускается. Ну мы это уже знали. Значит, стали. Я надел наушники. Headset так называемый. Связь с мостиком держим. Вот там Румын командовал. И был русскоговорящий третий штурман. Ну, чтобы не было миссендерстендера. Как бы непонимания. Я стою на первом-втором цилиндре. Дальше Андрей стоит. Третий-четвертый. И Леха стоит четвертый-пятый. Получаю команду. За пару секунд. Dead slow ahead. Dead slow ahead. Только пошел сигнал. И мы руками оттолкаем эти рейки. Главный стартует. Раз-раз-раз пошло. И потом... Я не помню, как... А, надо было еще один дизингенератор запустить. И в этот момент, когда был небольшой промежуток... Слышу, запускает дизингенератор, а он не запускается. Чих-пых-пых. И эти вдвоем убежали. Леха с Андреем. Я стою. Думаю, сейчас же пуст будет. Начал им свистеть, а они не слышат. Пускают, а он не запускается. Но потом оказалось, R-стартер накрылся. Тоже потом рапорт писал. Посмотрите. В этот момент мне с моста звонят. Дэс-словый хэд. Я им снова свистеть. Они пока бегут. В этот момент старт. Я двумя руками давлю топленные рейки. И... И ногой третью. И ногой третью. Не запустился. Хорошо паники не было. Лосман, как ни странно, американец был в этот момент. Бывает, бывает такое. Как раз товарищи мои подбежали. Второй пуск. Поехали. Ночью заехали мы в Калифорнию. Не помню. Лонн Айленд или что-то там как-то называлось. Бросили якорь. Представили нам расписание. Так и так. Значит, ждите. А мы же уже тренировались. Тревоги каждый день. Шлюпки. Все уже закаленные. Завтра в 8 утра приезжает Косгард. И там еще со свитой. С целой. Приезжают где-то 5 военных. Один такой амбал в каске. С автоматами. С какими-то приборами, которые переборки просвечивают. Наркотики, оружие. 4 человека Косгард. Иммигрейшн офисер. Ну, в сумме человек 15. Всех выгнали вначале. Это мастер стейшн. Сыграли тревогу. Раз-раз все быстро побегали. Потом запаковали на камбус. Давай, в общем, эти визы, шорпасы. Там, когда был, ну, все там. Проштамповали, проверили каюты. Все нормально. А теперь передаем руки Косгарда. Обычно с ними приезжают, ну, два опытных человека. Один напал бы в другую машину и два студента. Было две девушки. Ну, напал бы давай. Тоже шлюпки опускать. Пожарный насос аварийный врубили. Там эти, чтобы струи пересекались. Что там еще побегали туда. Пошли. Мы пошли в машину, значит, с этим Косгардовцем. А еще хотел сказать. А до этого мне повезло. Капитан назначил мне шип-секьюрити офисер в Африке. Перед Астрахомшина не справляется. Я взял и согласился. Думаю, опыта нет. Надо набирать. Но с тех пор все. До свидания. Вот. И заполнял я там такие шип-секьюрити декларейшн. Это какой уровень безопасности на судне. Какой в порту, но обычно первое. А попробуй в Африке объясни этому местному жителю, что ты от него хочешь. Подходишь или говоришь ему, распишись и печать мне поставь. Вот что-то, что это такое. Какой там этот АСПС, секьюрити. Я ничего не понимаю. Ну, в итоге я расписывался сам левой ногой. Ставил печать какую-то там тоже левую. И все. А тут из Код-де-Вуар мы вышли. Абиджан. Берег слоновой кости. А печать я забыл, ну, забыл эту декларацию заполнить. И этот молодой спрашивает. А какой последний порт был? Код-де-Вуар. Не порт, это страна. А где секьюрити декларейшн? Роется? Нет. И давай этого старого. Вот я нашел замечание. Ты тут отстань, отстань. Вот я нашел, отстань. Ну, отстал. Пошли мы в машину. Ну, прошли все чисто. На сенератору УВС даже никто не смотрел. Давай этот, энердгаз систем. И погнали. Мы с Женей встали. Запускаем. Запустили. Давай, первое. Flame Failure. Срыв факелов. Остановилось. Так. Акзиллери Блоггер. Фэллиер. Раз. Сымитировали. Давай. Хай левел в этом. В скраббере. Тоже остановился. Хай температуре. Энердгаз. Оп. Ну и там еще. Короче. Запускали часа два. Все нормально. И где-то под вечер, да, все равно нашли одно замечание. В CCR какой-то манометр немножко не так показывал. Говорит, все, в порт вам нельзя заходить. Ну и давай с Женей бегать. Он куда-то подключился, я уже не помню. Ну, нашел. Что, какие-то цифровые параметры там одно значение завели. Все стало нормально. Норма выполнена сегодня. И потом сделали эти фоточки, отослали, что мы все устранили. Заходим в порт. Это все ради 12 часов. Это мы... А что мы там делали? Выгружались химией, да. В Бразилии мы брали, там выгрузились химией. Потом тоже помылись и пошли в Канаду. Идем в Канаду. Тоже у меня люди спрашивают, где ты учил английский? Английский я учил. Еще после того, когда я учился вообще в этой академии, я даже алфалит не знал. Знал только Е, СНО, да и все. Потом, когда закончил, начал сам учить два года с книжками. Не вылазил. Все это в голове там сам к собой разговаривал. Ходил по улицам. Тоже иду направо, налево. Там что-то сам все вопросы задаю. Потом начал с сыном говорить. Видите, когда я ему был полтора года, он еще и на русском не говорил. Так он у меня сразу на двух языках заговорил. И, кстати, это ему дало толчок хороший. Он, смотрите, как индусов копирует хорошо. А потом же я учился сам. Думаю, что меня переполняют знания. Надо с кем-то поговорить, потарахтеть. Или пойти на курсы к носителям языка. И нашел австралийку одну. Преподавала она всего за доллар в час. Я за 50 долларов потратил аж на три месяца. Ходил, ходил, познакомился там со Стасом. Вот. А там все, кто люди ходили туда, все уже уехали. Ну и он тоже. В 2000 году десантировался в Канаду. В Ванкувер. Рядом остров Виктория. Виктория. Не знаю. А мы как раз в ту сторону шли. Где-то интернет был. Я бегом, давай искать фамилию, имя, помню. А у него и мобильного нет. Говорит, да, зачем мне им пользоваться? Стационарный дома телефон. Я нашел какие-то yellow pages. Вообще никто не пользуется в наше время. Нашел, значит, его адрес, где он живет. Позвонил на стационарный телефон. С женой связался. Я говорю, так и так, есть возможность, может, в гости заеду. Ну, интересно, конечно, не часто. Ну, третий раз в Канаде. Ну, все-таки, не часто так заезжаешь. В итоге приходим мы в Ванкувер. Еще раз я ему позвонил. Но не судьба, как всегда. Там порт стоит контроль приходит. Погода не очень сложилась. Буквально одна партия вышла в город на три часа. И мы тоже вырулили в этот Ванкувер. Бегом, бегом. Еще где-то еды нет. Ее и так не было. Румын сильно этого повара не нагибал. Поэтому там какая-то доширак, мивина. Это есть вермишель, нудлс. С водой размешал и нормально. Либо румына нормально. Начина должна быть нормально. А потом еще из офиса сказали, раз вы пароход продаете, так доедайте ту еду, которая осталась. Но это вообще не осталось. Я давай бегать. По Ванкуверу сосиски покупать, сыр, хлеб. Ну, каждый же затаялся нормально. Потому что он как-то на переход. Переход был. Вот это самое интересное. Начинается. Мы уже с румыном ходили в ревьюнион, где он там разовал. А у нас уже проблемки начались. Систер Шип, наш, который старпом должен был за детство приехать к нам. Он что-то дернул на то судно. А тут же этот турок, из-за которого чуть этого пампана не списали. Хотя он где-то три ворнинга написал. Все что-то мутил, мутил. Бегай, займись ты работой. Ту машину что-то ходит там со шваброй к нам. Или иди уже на мосту что-то подметает. Это ужас какой-то был. И в итоге из офиса приходят послания, что все. До свидания со списыванием совсем. Тремиться вам еще работать. Вот там и все испишетесь в Корее. И все, затух он. И пошли мы дружной и счастливой семьей из Канады. Но мы там еще забункеровались. Кстати, забункеровались. Ну, румын приходит, меня позвал. И говорит так, идем со скоростью 13 узлов через Тихий океан. Ну, посчитал так идеальная. Идеальная вода, погода, течения нет, ветра нет. Я же не вникал в эти дела. И, значит, 20 дней. Ну, я там перемножил. Танки были 250-250 где-то так. И взял на 20 дней. И плюс 5 дней как бы safety margin называется. Ну, безопасный такой запас. Вот. Там, конечно, все без обмана было. Не то, что в Африке борешься там за каждую тонну. Ну, все, баржа подъехала. Раз, раз. Один в один. Я так удивился еще. Удивился этот, который на банкировщике. А что ты уделяешься? Ну, потому что я, видимо, из другого мира приехал. И погнали. Значит, мы выходим. А у нас уже проблема. То, что, говорил, на сестер-шипе начались проблемы на турбине с главным двигателем. Пампажируют. 20 тысяч часов, по-моему, прокрутилось. Надо было подшипники менять. Но они не выдержали. К ним приехал сервис. Всю эту турбину разобрали, собрали. Подшипники поменяли. Нормально. А у нас уже было, но мы кое-как шли. И вот мы с такой турбиной. С этим. С банкировкой. Затарились. Каким-то груз взяли. То ли кленовое масло. То ли какой-то сок там. Что-то. Я не знаю. Что там с него делали. Ну, в Канаде как-то она там называется. Вы еще и видите, по-моему, надо было до 50 градусов. Включили обогрев. И пошли. Только лоц мы у нас дали. Выходим, начинается такой шторм. И вместо 13 узлов мы начинаем идти. 7 узлов. Потом 5 узлов. Все это продолжается в течение недели. Румын там эту рукоятку давят. Спать невозможно. Волны какие летят. Пароход раскалывается. Турбина наша помпажирует. Думаем, ну, если она навернется, мы что там. Вообще 0,1 будем идти со скоростью. Ну, в итоге забрали у него управление в машину. Так он, ну, кто на вахте. Или мне звонил, чейф добавь. Или там второму, третьему. Ну, кое-как справлялись мы с этим делом. Идем, идем. Потом начали паниковать. А компания заказала как-то там Безер Форкаст. Я не знаю, какая-то есть организация, которая присылает со спутника движение нашего судна. И как бы предлагает ему более правильный путь. Там поменьше встречного течения, ветров, штормов. Как бы вот поменьше затрат топлива. Ну, им сверху виднее. Румын сразу эти телеграммы все отбросил. И погнал, линейку положил напрямую. А надо было выше идти под Алиутскими островами. Ну, в итоге я же как бы к этим делам не касаюсь. Идем, да идем. Потом я говорю, что-то идем-то мы со скоростью 5 узлов, 7 узлов. А тратим, как на 13 узлов. Я говорю, мы ж вместо 20 дней будем месяц идти. Я говорю, топлива не хватит. Все, запаниковал, давай в офис звонить. Я говорю, да может, завернем на Гавайи. Я говорю, а что, давай в этот Перл-Харбор. Настерполил его. Потом звонит, звонит. Нет, вы что, до Перл-Харбора идти дней 10. Там если бункероваться, у нас танки маленькие. И оттуда еще снова 20 дней. Это вообще будут идти расходы. В итоге, что-то он там переговаривается. А там был супернерман, он из той Балтики. Ну, естественно, на русском. Я говорю, роман мне звонит как-то вечером. Иди поговори, я не могу с ним разговаривать. Он на русском. Хочет, хочет поговорить. Я думаю, ну вот еще мне эти капитанские проблемы решать. Ну, взял телефон. И я, добрый вечер, извините, пожалуйста. Вы не могли бы капитану объяснить, что мы специально заказали эту компанию, которая присылает этот Weather Forecast. Платим деньги. А каким курсом он идет? Я говорю, ну так же. Вы пойдете под Аль-Улзским островами. Я говорю, да я тут уже 10 раз. Я говорю, ты когда сейчас, Лан, Тихий океан ходил. Я говорю, ну когда-то контракт-то 4 назад. Я что-то не припомню таких штормов. Да, я постоянно тут ходил. Все нормально. 180 мильян пройдете, и вам волны как раз в корму покатятся, ветерок, и будете вот так вот сейчас на горку, а потом с горки катиться вниз. Ну, я ему поверил. Так мне оказалось, конечно, вдохновил этого румына. Румын, значит, курс поменял. Пошли мы вверх туда. Идем, идем. 180 мильян проходим. Ничего не меняется. А до этого же была вода как в озере вообще. Как вот у меня в 136 сериях. Вообще никаких волновей было. И мы на месте там кое-как уже, ну, Алиутские острова, что там бункероваться, там одни индейцы бегают, наверное, я не знаю. Думал, как бы до Японии дотянуть. Снова этот буксирчик не вызывать за полтора миллиона долларов. Ну, как-то погода более-менее успокоилась. Прошли мы даже Японию, дошли до Южной Кореи. Подъехал бункеровщик. Я как раз этот фильмец заснял. Бункеровщик переписал, увидел. О, это классно. Ну, конечно, классно смотреть, но не классно сам путешествовать. Взяли минимум топлива, дошли до Китая. Там к нам погрузились старший механик, южный кореец, и капитан. Вот тогда я первый раз с ними познакомился. На этом контракте я уже трое раз знаком. Тоже капитан кореец, и четвертый механик. Четвертый механик Кимчик. Ким зовут. Капитан, тоже английском не общается, нормально общается. Ну, мне вообще нравится с иностранцами работать. С капитанами особенно. И сериане к нам и давай дела принимать. Этот бегает по машине, тот по палубе. В итоге, Иван, это 67-летний такой, южный кореец. Я по трапам бегаю, и он за мной не устает. Я, конечно, таким годам уже не собираюсь работать. Ну, принимал, принимался эти дела. Но, в итоге, все, бумаги, а пришли же мы в этот порт Йосу. Приезжает сменный экипаж, индоназийцы какие-то из офиса. Греки подкатили. Давай все это принимать, торговаться за бочку масловую, за то, за запчасти. Идони не хотят брать, стоп-чест тоже не хотят. То, все, мы что-то там порешали. И такой счастливый момент, когда весь экипаж. Садимся на буксильчик с чемоданами. А там сразу же заказали турбину делать. Я думаю, ну, надо хоть и самым интересно посмотреть. И эти сидят, южные корейцы только ждут команды. Ну, все, дела подписали. Давай разбирать. Мне прошло полчаса, уже сняли воздушную часть. Меня зовут. Я думаю, ну, хоть ротор покручу. И беру так, включу ротор. Он так крутится вначале. А потом в одном месте. Покручишь. Я думаю, как мы на нем через тихий океан пришли. Просто вообще, подшипники мы там. Климанул был, тротовый. И до свидания. На этом проходят хоть две трубы, а там на одну. Вот. И садимся мы в такой автобус Hyundai. Везут в гостиницу навороченную. Бегом побежали есть. Магазин местный. Сели, поотмечали, поели. С утра двое людей улетело. Мы еще по городу прошлись. В какие-то рестораны там сыроедения. Ну, туда они заходили. По магазинчикам, по всяким. И вечером сели и разлетелись по домам. Вот так. Этот контракт что-то я много рассказал, потому что два дня записывал. Но все равно хорошо проходят полугодичные контракты за 40 минут, за 35. Они так не длятся, не длятся. Длятся они, как вот эти 136 серии. Смотрите, целый плейлист. Вот там, конечно, пароход новый. Что сказать. Сейчас я тоже вот до этого все равно, что я с Запорожца пересел на рейндж-ровер. А сейчас, можно сказать, с рейндж-ровера пересел на самосвал какой-то, но старый. Можно сказать, с новой квартиры переехал в старый. Поэтому немножко грустно, но только на старый можно опыт набрать. Вот эти все проблемы, которые на новых судах вообще не существуют, здесь это каждый день. Это тоже бодрит немного. Ну, про этот контракт расскажу, конечно, попозже. Через годи Катрина, наверное. Посмотрим, как получится. Так что подписывайтесь на канал. Там еще есть путешествия. Не очень много. И полеты на квадрокопты. До встречи. А, я еще забыл. Я же про эти майки хотел рассказать. И ванкурия накупил этих майок кучу. И вот это 4 года на шоу никак не могу сносить. То скажете, что я в одних и тех же майках хожу. Уже и капитан спрашивает. Говорит, ты что, в Канаде живешь? Да нет, вот накупил, не могу сносить. Ну, все, до свидания, до новых встреч.